Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сегодня у нас интересный гость. Это посол Российской Федерации в Латвии, Александр Альбеевич Вишняков. Добрый день или добрый вечер, скорее даже. Ну, если по погоде смотреть темно уже, поэтому добрый вечер. Да, добрый вечер. Уважаемый Абик, уважаемые радиослушатели. Хотя, ну, не всегда так вот получается, что добрые, не всегда добрые новости у нас, но, тем не менее, вот, может быть, начнем, вот, интересно, ваша позиция, ваш взгляд, и взгляд, точнее, Российской Федерации на только что составившиеся выборы на Украине, Верховную Раду, вот, как в Российской Федерации оценивают эти выборы? Ну, мы к ним относимся сдержанно, считаем, что они состоялись. Конечно, говорить о том, что они прошли абсолютно демократично, абсолютно свободно и полностью соответствуют международным избирательным стандартам, ну, невозможно. Ну, даже тот факт, что несколько миллионов человек просто не имело возможности участвовать в этом голосовании, и, как вы знаете, там, по ряду однобандатных округов места стали свободными. Не говоря уже... То есть, президентный случай выборов прошли, а места стали свободными, да? Да, не говоря уже еще и о многих других проблемах, связанных с цензурой в средствах массовой информации и избиением кандидатов на депутатские места, преследованием политических партий. Помните, особенно по Компартии, как разворачивались там события с подачей, в том числе, руководства парламента Украины. Но, тем не менее, это шаг в правильное направление по разрешению того кризиса, в котором находится Украина, особенно ее юго-восток. Поэтому, полагаем, что эти выборы позволили, в конечном итоге, продвинуться вперед с точки зрения формирования власти, которая может, если она использует возможность, начать, наконец-то, уже не заниматься риторикой революционного характера, а заниматься конструктивной работой по решению острых проблем государства украинского. В том числе, и диалога со всеми регионами этой большой страны. Тем более, я так понимаю, что это позиция России, что это внутриукраинская проблема, а не украинско-российская. Конечно, конечно. Поэтому, по результатам выборов может сформироваться власть, с которой Россия готова вести диалог в лице соответствующего парламента. Хотя, конечно, первые заявления и формирование правительства, которое у них начнется, тоже будет, видимо, очень сложный процесс. Там, к сожалению, прошли и те силы, которые не остыли еще от революционной терминологии майдановских замашек, так я бы выразился. И уже сейчас заявляют о том, что нам никакие оппозиционеры здесь не нужны, а если они появятся, то мы тут с ними разберемся. Это что? Цивилизованный разговор будущих парламентариев? Но я надеюсь, что все-таки страсти улягутся и будет с кем в данном случае взаимодействовать Российской Федерации. Кстати, вот пример буквально новости последнего дня, положительной новости, что тогда, когда объединяют усилия такие государства, как Россия, Украина и Евросоюз, то можно найти решение и двигаться вперед. Это по поводу газа. Поэтому я надеюсь, и по другим вопросам мы хотели бы надеяться, что мы также с ХАГ-ЖАСАГом найдем соответствующие решения и будем продвигаться вперед, а не топтаться на месте и тем более не возвращаться назад. А назад это в том числе военные действия, которые там разворачивались в крупномасштабном формате. Поэтому и следующий шаг, который должен быть сделан сейчас, в следующее воскресенье, это выборы 2 ноября, выборы на территории Луганской и Донецкой областей в соответствии с теми договоренностями, которые были у контактной группы Минской, которые зафиксированы в соответствующих решениях этого переговорного процесса. Видимо, многие об этом подзабыли, потому что говорят, что ничего подобного такого не было. Нет, там сейчас идет спор по поводу того, что надо их проводить не 2 ноября, а 7 декабря, как обозначено в законе, который запоздал, но все-таки приняла Верховная Рада с подачи президента Порошенко. Но дело в том, что когда шел переговорный процесс, то был определенный график проведения важных действий в соответствии с теми договоренностями, которые были лично представлены. Этот график предусматривал, что выборы местной органы власти на части территории Луганской и Донецкой области пройдут в промежуток где-то примерно с 19 октября по 3 ноября. Исходя из этого графика, представители Донецкой и Луганской республики назначили выборы, как опирались на этот график, на 2 ноября. Сейчас же им говорят, что вы не на тот срок назначили, поэтому ваши выборы уже не могут быть легитимными. Поэтому, на наш взгляд, есть сформированная сейчас Рада, или почти завершается процесс сформирования Рады на основании выборов, состоявшихся в прошлое воскресенье, и есть возможность провести выборы в местные органы власти в Донецкой и Луганской области, и таким образом там тоже получить власть, с которой потом можно вести переговорный процесс центральной власти, и региональной, с конкретными представителями. И переговорщики от Донецкой и Луганской республик, они заявляли о том, что они в результате свободных выборов, тот, кто будет избран, будут проводить линию, курс на сохранение единого экономического, культурного и политического пространства на территории Украины. И Россия готова эту линию поддерживать. И тот, кто будет избран, способствует тому, чтобы они следовали этой линии. Вот наша оценка и выборы. То есть мы уже прошли. Дело об отколе от Украины, как пытаются представить. Я процитировал в данном случае то, что было декларировано соответствующими участниками переговорного процесса. И мы в данном случае, как третья сторона, приглашенная участвовать в этом процессе, константируем, что это было так, и готовы следовать этим подходам, последовательно решая проблемы, которые там сложились. А другая сторона, к сожалению, иногда пугает, вплоть до того, что это будет срыв договоренностей минских. Это значит, есть виновная сторона, и мы тогда свободны от всяких обязательств. То есть подталкивание вплоть до военных действий, которые когда-то были прекращены благодаря Минским соглашениям. Вот это путь крайне опасный. Крайне опасный для того, чтобы, так сказать, его надо ни в коем случае не допустить. Поэтому здесь мы должны объединить усилия. Кто? И Россия, и Евросоюз. И продемонстрировать позицию, охлаждающую горячее голову, тех представителей партии войны, которые, к сожалению, сегодня есть в Украине, в том числе и в новом парламенте. Да, к сожалению, в новом парламенте есть достаточно радикальные силы. Может, не самые, которые были на политическом ландшафте, но довольно... Там есть хорошие новости, там тоже есть хорошие новости. Но не прошла партия свободы, не набрала 5%. Сейчас она, правда, возмущается, там даже хотят в суд подать. Но по данным, которые опубликовала Центральная избирательная комиссия Украины, нет у них 5% и не будут они представлены, насколько я понимаю, если эти данные будут подтверждены в парламенте Украины. Нет поддержки у избирателей Украины и правому сектору. Поэтому партии «Правый сектор», как таковой политической силы, которая шла на эти выборы, там не будет представлено. Но там будут отдельные представители правого сектора, которые прошли по одномодатным округам, и которые там уже ведут переговоры о том, чтобы создать, может быть, даже какую-то группу, фракцию из таких радикально националистически настроенных депутатов, прошедшие в парламент Украины. Но мне хотелось бы надеяться, что все-таки радикалы, которые есть, наверное, в любом парламенте, не будут определять политику государства украинского в ближайшем будущем. Вот на что хотелось бы надеяться. — Говоря вот о Латвии, ну, казалось бы, у нас тоже только что недавно прошли выборы в СЕИМ. Новый парламент, как вы знаете, уже во вторник приступит к своей работе, и многим казалось, что вот выборы пройдут, вот весь этот предвыборный запал пройдет, и, может быть, начнем мы как-то конструктивно вести диалог с нашим большим соседом, с Россией. Но пока мы видим нечто иное. Мы знаем, что постоянно идут сообщения о количестве самолетов и кораблей, которые замечены, правда, в нейтральных водах или на территории Российской Федерации. И такое ощущение, что обстановка нагнетается. Недавно была передача НКПРСН и ГПТВ-3, где вольная была интерпретация, может быть, вы поясните, вольная интерпретация речи в Сочи на Валдайских форуме президента России, где, как утверждал корреспондент, якобы он сказал о том, что сейчас мир будет жить вне всяких правил. Хотя, на самом деле, мне кажется, он предостерег, чтобы такого не было. Может быть, я ошибаюсь. Как вы бы могли это пояснить? Ну, если по последней части, то, конечно, выступление на Валдайском клубе в Сочи президента Российской Федерации Путина ни в коем случае не констатировало о том, что мир будет жить без правил, и мы в данном случае это будем всячески поощрять. Наоборот, как вы совершенно правильно сказали, было предупреждение, и анализ был сделан, что происходит сегодня в мире, кто в этом виноват, и что надо делать для того, чтобы хаос, который может начаться в международной политике с непредсказуемыми последствиями, был прекращен. Для этого надо очень ответственно подходить к решениям мировых держав, которые тем более претендуют на доминирование в международной политике. И появились примеры вот именно этого неправильного подхода, решения международных вопросов со стороны ряда государств из Соединенных Штатов Америки, в частности. Когда как бы государство своими неправильными действиями создаёт проблему, а потом её мужественно преодолевает. Пример Сирия, пример Ливия, пример Ирак. Ведь откуда появилось исламское государство? Оттуда. Оттуда. И от той политики, которая была направлена на то, чтобы вот не нравится нам власть в том или ином государстве, не слушается она советов наших, мы должны её убрать. Для этого есть у них оппозиционеры, в том числе и вооружёнными группой людей, которые готовы в этом участвовать. Давайте мы будем их поддерживать, давайте их будем финансировать, потому что они правильные оппозиционеры, и они борются за демократию и за справедливость. А теперь всё. Доборолись, что после этого Ливия как государство вообще не существует. Факт? Факт. Ирак как государство ещё, можно сказать, пока существует, но испытывает огромные проблемы в противостоянии с теми оппозиционерами, которые поддерживают. Они вышли из-под контроля полностью. Да, да, да. Это что? Это не ошибки, что ли? Это грубейшие ошибки, которые уже приобрели международное, глобальное звучание. И поэтому, называя среди своих врагов и угроз, которые сейчас существуют реально в мире, президент Соединённых Штатов Америки, называет на первом месте Россию, вирус Эбола, и исламское государство. То есть, признана даже этой державой насколько-то страшная угроза. Воздаётся вопрос, кто её породил, кто её спонсировал. Так же, как возникает вопрос, хорошо, на какие средства она сейчас существует? Сейчас-то говорят о том, что она-то смогла контролировать соответствующие нефтяные места, продаёт эту нефть, что неизвестно, кому она продаёт. Нельзя сделать так, чтобы этого не происходило. Те же, так сказать, санкции применить именно к тем, кто это покупает, чтобы не питали их этими долларами грязными и которые направлялись потом на войну с мировым сообществом, в том числе Соединённых Штатов Америки. Разве это нельзя предпринять? Так нет. Ищут других виновных и санкции объявляют совершенно против других. Поэтому это именно говорил президент Путин, когда общался со своими, в данном случае, не со своими, а с участниками Валдайского клуба в городе Сочи. Кстати, в этой части я анализировал разные материалы по выступлению Путина в мировой печати, в различных странах. Я не увидел ни одного солидного какого-то анализа со стороны здесь политологов, экспертов, журналистов Латвийской Республики. Кроме вот таких совершенно некорректных, совершенно оторванных от реальности того, что обсуждалось на Валдайском клубе, заявления, которые вы привели мне в пример в начале вопроса, который вы мне сформулировали. Да, анализы я тоже не увидел. И печально почему еще? Потому что по существу возразить-то нечем. Вот чем можно возразить тому, что я только что с вами говорил и с радиослушателями относительно тех угроз, которые реально создали конкретные страны и которыми сейчас вынуждены бороться. Чем? Да, это реальный факт. Мы видим, что там происходит в этих горячих точках. У нас много звонков. А если говорить еще по вопросу антироссийской риторики и вообще русофобии, которая тут временами зашкаливала, особенно во время избирательной кампании, то я все-таки надеюсь, что выборы-то все-таки прошли, а может быть на следующей неделе будет уже сформировано и правительство, то есть закончится и как бы второй раунд после выборов, который происходит, формирование правительства, все рассядутся по своим местам и уже запоют, может быть, другие немножко голосом. И главное-то надо работать, надо решать реальные проблемы, которые существуют в экономике, в наших, в том числе, двусторонних отношениях и в международных отношениях. Тем более, что Латвия буквально через два месяца будет впервые в своей жизни, в своей практике председательствовать в Евросоюзе. Поэтому очень бы хотелось, чтобы председатель-то не задавал тон, противостояние, истерии, которая, к сожалению, наблюдается иногда даже от высоких должностных лиц. Да, мы, к сожалению, пока, может быть, выборы помешали, не услышали оппозиции Латвии во время председательства именно в сфере взаимоотношений с соседними странами, но с Россией, наверное, в первую очередь. Вы тоже пока не услышали, что же будет. Мы слышали о восточном партнерстве, но это нечто иное, и мы уже были свидетелями одной акции восточного партнерства у соседей. Восточное партнерство, которое реализовался последний год и который привел к последствиям украинским, не дай бог, повторить еще кому-то. Да, я думаю, наверное, не стоит. У нас звонки аж по двум линиям, может быть, мы успеем принять хотя бы один звонок в этой первой части. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. У меня одна поправочка есть. Вот сказали, что это ошибки во внешней политике США. Это не ошибки. В Организации Объединенных Наций сформулировано определение агрессии. Агрессия, одним из пунктов, который подпадает под агрессию, это поддержка вооруженных банд антиправительственных. То есть, вот эти все случаи, которые были перечислены, Ливия, Сирия и Украина, это чистейшая агрессия США. Вот так, одно мнение радиослушателя, к примеру. Но вы, как дипломат, высказались более сдержанно. По сути, мы с вами не расходимся в оценках, но, так как мы в разных весовых категориях и в разном статусе находимся, отсюда и наше выражение. Да. Вот все-таки такой короткий вопрос перед перерывом. Возвращаясь вот к Латвии, вот выборы в семь вас как-то обнадежили или фактически подтвердили те прогнозы, которые были, или огорчили, вот как можно ощущения так активизовать? Ну, с точки зрения, конечно, глядя на перспективу латвийско-российских отношений. Ну, как вы знаете, я здесь уже работаю не первый год и даже не первые выборы даже застал уже не первые выборы в качестве чрезвычайного полномочного посла, то неожиданного что-то не произошло с моей точки зрения и по данным прогнозам, которые мы имели, тем более с учетом той истерии русофобской, которая здесь наблюдалась. Которая повлияла, видимо, да? Поэтому, конечно, видно, что в результате этой истерии тот, кто ее затевал, получил некоторую прибавку в своих голосах и против кого она направлена, тот кое-что потерял. И это можно было прогнозировать и это мы сегодня константируем. Но еще раз говорю, выборы уже позади, и теперь задача остыть от этого предвыборного ажиотажа, угара и спокойнее, рассудительнее заниматься конкретными делами, которые нужно вести в государстве. Да, напомню, у нас в гостях посол Российской Федерации в Латвии Александр Альбертович Вишняков. Небольшая пауза на новости и рекламу. После перерыва вернемся в студию. Да, еще раз добрый день, напомню, или добрый вечер, у нас в гостях чрезвычайный полномочий посол Российской Федерации в Латвии Республике. Александр Альбертович Вишняков. Вот, может быть, несколько слов еще, действительно, это горячая тема, пока не мере, особенно в латышских СМИ все время обсуждаются вот эти самолеты, корабли, при том, интересно, что мы можем читать, что подсчитывают, сколько их там было замечено. И не только самолеты, не только корабли, но еще и подводная лодка, которую две недели искали в Швеции, потом в шведской службе сказали, что это что-то, не было никакой лодки, да? Нет, официально разведывательная служба Швеции дней пять, по-моему, назад заявила о том, что это была утка, потому что никакой подтверждающей информации о том, что какая-то там подводная лодка находилась, на самом деле не было. То есть это было вброшено в информационное пространство, непроверенный факт, и на основании его несколько миллионов долларов было потрачено на поиск того, чего вообще не было. И предмета ничего не было. Причем даже Латвия даже включилась в этот хор, что да, потенциально это может угрожать, тогда мы должны иметь в виду то-то, то-то и то-то. Более того, даже была информация, что якобы видели, как один из военных кораблей России на свой борт принял минию подводную лодку, намекая на то, что это вот именно была, видимо, та подводная лодка. То есть это вот уже фантазии в больном воображении некоторых людей доходят до такой степени. Что касается самолетов, ну вы же отлично знаете, что Российская Федерация, ее территория, это в том числе и Калининградская область. И в Калининградской области ни для кого не секрет, что есть воинская часть вооруженной силы Российской Федерации. И что туда, мы каким образом можем добраться для наших воинских частей, для переброски вооруженных каких-то наших соединений, нормальной жизнедеятельности их. Обеспечение, да. Мы можем только это или по воздуху в соответствии с нормами полетов соответствующих, которые мы никогда не нарушали во всех этих полетах, или по морю, ну или по железной дороге, или же через космос там что ли летать. А по железной дороге это только через Литву получается? Да, да. Но нет долгих путей. Поэтому я уже на эту тему говорил, в том числе специально даже делал обращение в Министерство обороны Латвийской Республики, что, ну, как-то вы подходите более разумно, более взвешенно к такого рода фактам, когда где-то вне территориальных вод и вообще территории Латвийской Республики пролетает самолет Российской Федерации. не делайте из этого какую-то сенсацию. Более того, не нагнетайте состояние психоза у населения Латвийской Республики, что это явная провокация и угроза со стороны России. Нет никаких провокаций, нет никакой угрозы со стороны Российской Федерации. Идет нормальная плановая работа по обеспечению жизнедеятельности нашего региона Калининградской области и воинских частей расположенных на его территории. Это, наверное, относится вот эта истерия к проведению всякого рода параллелей между Крымом и Латвией, между, не знаю, Юго-Востоком Украины и Латвией. Ну, какие тут могут быть параллели? Не, ну, понятно, что можно все что угодно раскрутить из этого. Дело даже дошло до того, что вернуться обратно к той избирательной кампании, о которой мы с вами уже говорили здесь. Ведь во время избирательной кампании, именно во время, я подчеркиваю, был такой вброс на государственном латвийском телевидении, что якобы российское посольство занимается вербовкой наемников для участия в военных действиях на территории Юго-Востока Украины. Да, это позвучало. Где неназванные лица, непоказанные лица утверждали, что им якобы со стороны представителей посольства России, здесь, в Латвии, делались такие предложения, обещались огромные деньги за участие в этих действиях на территории Украины. Когда нас спросили по этому поводу, после того, как показали этот сюжет ЛТВ, спросил после того, как показало уже, а как вы относитесь к нему? Мы тут же подали ноту, ноту в МИД Латвийской Республики, что это абсолютная провокация, это кривета по отношению к посольству Российской Федерации с целью разжечь неприязнь к нашему государству и в какой-то мере способствовать разжиганию здесь межэтнических конфликтов, в том числе, многонациональной Латвии. Что должно было бы делать, если бы это было действительно на самом деле, как это показало ЛТВ? Тогда должно было Министерство иностранных дел вместе со своими спецслужбами латвийскими нам сделать ноту и сказать первыми еще, что же вы делаете. Да, давайте вот такие шаги конкретные ваши работники или все посольство должно отсюда вообще уйти, потому что это прямое нарушение закона Венской Конвенции и так далее. Мы же от них ничего этого не получили. Наоборот, ноту получили не от нас, чтобы они приняли меры по выяснению, кто заказчик этого материала, кто его изготовитель, и чтобы призвали к ответственности этих лиц. Мы получили ответ. К вам претензий нету, посольству Российской Федерации. Но вы разбирайтесь, пожалуйста, с ЛТВ в рамках законодательства Латвийской Республики. Будем разбираться. Но, понимаете, до чего дошло дело? Для того, чтобы разжечь вот эту истерию негативного отношения к России, к ее представителям и к тем, кто выступает в защиту, так сказать, наших подходов, вот даже до таких провокаций, которые участвуют. Которого нет. Да, да, да. То есть, это я ничего не придумал. Это все из реальной жизни Латвийской Республики. Да. Кстати, когда там говорят о том, что ей вот, это же позиция ваших представителей официальных, о том, что надо признать вот этих ополченцев Донецкой и Луганской Республики террористами. Я вас сегодня буквально читаю «Украинскую правду». Там интервью губернатора недавно назначенного Луганской области назначенным президентом Порошенко. Порошенко, да. Его спрашивают «А правда ли, что вот пророссийские настроения у большинства жителей Луганской области, которые вы возглавляете?» Он говорит «Правда». До 95%. Сам признает, да. Да. В основном 80-90%. И только в некоторых частях где-то процентов 30%. А почему это происходит? Он говорит «А потому что, во-первых, власть себя ведет украинская недолжным образом. Вот сейчас, когда зима впереди, надо принимать меры по решению жизненных вопросов для того, чтобы у людей было тепло в домах, для того, чтобы отремонтированы были те разрушенные здания, больницы, школы. Ничего не делается. А это, кстати, тоже записано в том соглашении в Минском контактной группы, что будут приниматься первоочередные меры по обеспечению жизнедеятельности и подготовке к зиме этих территорий. А там ничего не сделано, да, вообще ничего? И в этой части, говорит, ко мне, это относится лично хорошо, а вот к власти украинской плохо. Это говорит в данном случае губернатор назначен Порошенко. Поэтому, когда говорят о том, что там действуют так называемые террористы, игнорируя полностью факт, что там народ устал от того, как с ними обходится и как с ними поступает официальная власть Украины, это совершенно необъективная оценка того, что происходит в этом конкретном регионе. Да. Еще говоря о Латвии, такая вот неприятная тенденция у нас наметилась, чего, я думаю, никто не ожидал, что фактически санкции, если так можно сказать, уже начали применяться к нет политикам. Да, ну, мы знаем всю эту историю с участниками новой волны, часть которых не пустили, сейчас к ним прибавился еще и Ахлобыстин, и я так понимаю, что список отнюдь далеко не закрыт Детели Культуры, судя по намекам, которые вот мы сейчас слышали. К сожалению, намеки, да, звучат и дальше, но я бы очень хотел надеяться, что все-таки, вот, я говорю, предвыборный угар и вот этот ажиотаж, который был во время избирательной кампании, все-таки будет сейчас стихать, в том числе и в действиях, особенно, представителей Министерства иностранного дела от ВИСК Республики. И я надеюсь, что все-таки вот наше в свое время подписанное соглашение, протокол о сотрудничестве между нашими Министерствами иностранных дел хотя бы в этом направлении, да, будет все-таки выполняться. И некоторые, так сказать, позитивные тоже сигналы по этому поводу, я знаю, присутствуют. В частности, я уже говорил о том, что у нас проходили уже консультации на уровне директору департаментов соответствующих российского и латвийского МИДа по вопросам европейского сотрудничества. И очередной раунд таких переговоров, а это очень актуально, особенно накануне председательства Латвии в Евросоюзе, намечен на середину декабря этого года. И есть там и другие еще предложения. Мы сторонники того, чтобы надо остыть от недружественной риторики, которую демонстрирует наш партнер в лице Латвийской республики, и налаживать нормальное взаимодействие и в двусторонних отношениях, и на международных площадках, в которых мы обречены на взаимодействие. Если этого не будет, то от этого мы будем страдать вместе. И, как я уже говорил, маленькие страны тогда будут страдать больше, чем большое государство, которым является Россия. Это в том числе и в вопросах экономики. Да, мы сегодня констатируем на сегодняшний день, что у нас пока в вопросах транзита, перевозки грузов по железной дороге, отправки их через порты Латвийской республики потерь не произошло. Более того, по состоянию даже вот на этот месяц есть некоторый плюс по сравнению с прошлым годом. динамика. Поэтому даже товарооборот, который был зафиксирован в прошлом году между нашими странами в 11,1 миллиарда, в этом году может быть не меньше, а даже несколько больше, с учетом разных обстоятельств. Но это все хрупко, и все это можно испортить. Испортить, и потом как-то обратно наверстывать будет очень и очень сложно. В том числе вот по этим санкциям, которые приняты по отношению к нам. Занимать будут эту нишу другие страны, другие производители, и потом специально кто-то будет искусственно открывать ниши для именно латвийских производителей латвийского бизнеса, но не будет этого. Видимо, с этим связаны попытки Нила Ушакова как-то сохранить его дворик, он же понимает, что санкции закончатся, чтобы хоть какая-то ниша осталась. Конечно. Более того, где-то недавно проходил здесь опрос предпринимателей, как они считают повлияли или не повлияли санкции амбарго Российской Федерации на их деятельность, и большинство из них отметило да, повлияло, повлияло негативно. Ваши молочники уже начинают готовиться к акциям протеста в Евросоюзе о том, что их не слышат и не понимают и не поддерживают, а они находятся в критическом состоянии, и вся эта отрасль сможет оказаться в критическом состоянии, с непредсказуемыми последствиями. Это тоже факт. Это не в наших интересах, я прямо говорю, это не в ваших интересах, но давайте в этой части будем делать так, чтобы это соответствовало нашим интересам, и не надо политиканство возводить выше экономических заинтересованностей и нормальных взаимоотношений, которые должны быть между соседями. Да, ведь все равно мы соседями были и есть и останемся. Поэтому те прогнозы, которые уже были озвучены наших нефтяников о том, что изучается вопрос возможно транспортировки нефтепродуктов через прежде всего российские порты и Черного моря, и Балтийского региона, тем более в которые вложены огромные средства Российской Федерации. Да, мы это делом действительно занимаемся и будем заниматься. И груз идет всегда туда, где лучшее конкурентное предложение. А если это конкурентное предложение проигрывает и экономически, и политически, то, конечно, оно не рассматривается любым представителем бизнеса. Понятно, да. Если да, вот, кстати, вы заговорили о нефти, сразу я вспомнил и о газе. Здесь тоже постоянно гнетается обстановка, казалось бы, совершенно на пустом месте, поскольку, насколько я помню, не было случая, что, например, российский поставщик нарушал условия. О чем вообще мы говорим? В этой части Россия на примере сотрудничества с Латвийской Республикой ярко показывает, как она относится к выполнению своих обязательств. Она ни разу за все с лишним 20 лет последних взаимоотношений с Латвийской Республикой ни на иоту не отступила от своих обязательств по поставке газа в Латвийскую Республику. В том числе и в этом году закачано все, что было заявлено в Чулканское газохранилище. Более того, основной акционер в Латвии с газа, вы знаете, представитель России Газпром, он вкладывает деньги в то, чтобы эта вся система газа и снабжения и газохранения здесь, была в идеальном состоянии. Она действительно в идеальном состоянии. Я сам убедился, когда бывал в том числе и на газохранилище. Это уже уникальный объект, инженерный соответствующий, который требует постоянного поддержания. Это действительно уникальный объект. Да, да. Да, сегодня там есть планы о том, что, возможно, при помощи плавучего терминала Литовской Республики, который приобрели и в ближайшее время, видимо, запустят производство, может быть, таким образом получать жиженый газ сначала с Норвегии, о чем договоренность есть, а в перспективе может быть сланцевый газ из Соединенных Штатов Америки. Но надо хорошо понимать и считать экономику. А сколько это будет стоить? И кто за это будет платить? Ну, платить будет население, естественно. Ну, это понятно, да. И в этой части, вы же знаете, обязательства, которые наложило литовское государство на потребителей газа у себя в Литовской Республике? По-моему, 25% представителей потребителей газа в Литовской Республике в обязательном порядке должны получать от этого терминала жиженого газа. Хотя он по цене может быть и выше. То есть, это как обязательное условие, как по зеленой компоненту здесь, в Латвийской Республике. Но ведь может получиться так, что цена-то будет даже не на десятки процентов отличаться, а может быть в разы даже отличаться. И что, это все должен будет проглотить в данном случае производитель? так это приведет к тому, что он будет неконкурентен на рынке со своей продукцией. Тогда разорение уже будет. Поэтому политиканство, оно может привести к серьезным экономическим проблемам и к самому настоящему банкротству. Надо же это тоже просчитывать. Да, вот так вот завершая нашу сегодняшнюю интересную беседу, тем не менее, хотел задать вопрос, но мы видим, что так у нас складывается пока очень напряженные отношения, и тем не менее, вот если все-таки мы перейдем от этой вот риторики и от санкций к программатичному сотрудничеству, вот что, какие все-таки проблемы сейчас, на ваш взгляд, такие актуальные, которые, в принципе, требуют решения, особенно после того, как вот этот предвыборный заправ закончится, я имею в виду латвийско-российские какие-то актуальные проблемы, которые надо было бы решать на повестке дня. Надо снимать с повестки дня антиротийскую риторику, надо прекращать расширением черных списков, надо вести политический диалог на уровне нашего государственного общения в лице, прежде всего, Министерства иностранных дел и некоторых, так сказать, раскид того, что это может получиться и будет продолжаться, я вам сказал, у нас имеются, так надо, чтобы эти раскид были, которые укрепились и дальше развивались, а не подкосили их на корню, в том числе, возможно, новые руководители, которые будут во главе соответствующих ведомств здесь, в Латвийской Республике. И надо уходить от политики санкции, надо адекватно оценить, кто виноват в том числе и в кризисе на Украине и заняться в данном случае конкретными вопросами взаимодействия, если говорить между нашими странами, значит, между нашими странами по всем направлениям. Ясно. Ну что ж, мы тоже будем на это надеяться, поскольку, действительно, но все-таки мы соседи, из этого нужно в первую очередь исходить, мне кажется. Конечно, конечно. И в этой части наша позиция, путь санкций это не наш путь, амбарго это вынужденная мера по защите нашего товаропроизводителя, прежде всего, нашего сельского хозяйства, и мы готовы к диалогу, мы готовы к сотрудничеству, но призываем наших партнеров вести себя прилично, а не заниматься в данном случае науськиванием на Российскую Федерацию, в том числе и население Латвийской Республики. Да, Александр Беретович Вишняков у нас был в студии, чрезвычайный полномочий посол Российской Федерации в Латвии, большое спасибо. Спасибо и вам, всего доброго и хороших выходных. Спасибо. Спасибо.